Родился в семье обычной, отец был военным, мама врачом, всегда была образцовая семья, у меня была сестра еще старшая. Потом как-то пришли в жизнь родители, наверное, трудности, 90-е годы родители начали выпивать. Потом отец как-то остановился, а мама не смогла, в скором времени они как-то развелись, и в моем сердце он так как-то отложился, как будто бы как предатель такой. Я остался с мамой. Мама как-то эмоционально не смогла выдержать это и начала еще дальше пить, в оконцовке от пьянки умерла. И как-то так вот остался один старшая сестра, 90-е годы. Ну и так стала воспитывать улица. Еще когда жили с родителями, у нас по соседству жила цыганская семья. И после этого я как-то к ним прибился и жил с ними определенный промежуток времени. И вот так в мою жизнь пришли наркотики. Шла проблема, стал наркоманить. Первый раз укололся, когда мне было 13 лет. Вот еще со всем ребенком. Ну это не было таким, знаете, системой какой-то. Но тем не менее это уже был такой толчок. Начиналось, конечно, наверное, все красиво, как и у многих молодых людей. Там сигарет, потом травка, потом еще что-то. А потом уже в ход пошли и тяжелые наркотики. Потом пришло время, когда думал, что надо как-то останавливаться, а уже понял, что не могу. Думал, женюсь. Ну и как-то жена, семья меня, может быть, сдержит. Женился 18 лет, рано было. Совсем молодым. Еще, наверное, ничего не понимал, но это была такая попытка как-то остановиться. Женился и как-то стал еще больше. То есть наоборот, такой обратный эффект сработал, когда уже вообще сам себе ты предоставлен, уже как будто бы взрослый, своя семья. Вот. Ну и в оконцовке наркотики сделали свое дело, мы расстались с женой. Вот. Развод. И вот так вот жизнь как-то шла кубарем. Жизнь теряла смысл. Вот. И однажды у меня у сестры работал один человек, баптист. Его Сергей звали. Вот. Ну а я тогда не знал еще, что верующий. Там не верующий. Ну, что верующий там не ворует. Ну, как он был, как работник у нас, работал, делал там ремонт. И сестра говорила, говорит, посиди с ним, якобы, ну, чтобы вдруг, чтобы ничего не украл. И, ну, может быть, там ему по работе что-то помочь, подать, принести. И так случилось, что я, ну, стал слушателем его, да, он мне стал рассказывать о Господе, стал рассказывать о рае, об аде, о том, что есть две вечности, о том, что, ну, вот просто такие духовные истины. И потом он мне говорит, хочешь, я тебе подарю Библию? Я говорю, подари. И он мне говорил, только что есть одно условие. Я говорю, какое? Он говорит, вот я буду работать у вас там, к примеру, две недели, ты будешь вечером читать мне ее. А, ну, то есть читать будешь, а я вечером, утром буду приходить, ты мне будешь ее пересказывать. И я начал так как-то, сам не знаю, почему я стал читать Библию. Ну, вот так вот в моей памяти отложилось вот эти все рассказы. И, как ни странно, когда я был с этим человеком, мне всегда было легко. И потом в те случаи жизни, когда мне было тяжело, я неверующий был. Ну, как неверующий? Я всегда верил, что есть Бог. Я всегда понимал, что есть. Я, может быть, не знал, как к нему обращаться, как там его называть. То есть, ну, наверное, как и многие люди, там и иконы, да, и такие святые, и Николай Угодник. И когда сложное, начинаешь вспоминать всех, кого только можешь. Вот. И я, наверное, был не исключение. Вот. И всегда как-то верил, никогда не отрицал. Меня никогда не привлекало экспертиза то, что я произошел от обезьяны. Но, тем не менее, я, ну, читал. Потом я стал как-то так читать Библию, когда мне было сложно. Я понимал. Раз, я читал, а мне было такое, какое-то умиротворение. Потом как-то случай случился, что у меня знакомый мой хороший тоже, который попал в наркотическую зависимость, он покаялся. И как-то так все время получалось, что он меня встречал. Я где-нибудь иду, он, ну, попадается мне. Я где-нибудь, ну, бываю, он мне попадается. Ну, что там, Леха, давай к нам, давай в церковь, приходи, тебе помогут. Ну, он знал, что я наркоман. Ну, потом в один прекрасный момент, знаете, сидел, задумался. Мне было 25 лет. Сижу и думаю, вот тебе 25 лет. Что ты имеешь? А уже ничего. Ты стоишь на распутье жизни. У тебя ни жены, у тебя ни друзей. У тебя за спиной одни проблемы. У тебя зависимость. То есть ты как бы, ну, неудачник, да, сам себе внутри как-то честно признался, что я никто. Ну, вот просто по жизни я не состоялся, хотя уже 25 лет. Мои ровесники в 25 лет уже чего-то там достигли. Кто-то там учился, кто-то еще что-то. А я как-то так вот потерялся просто. И вспомнил об моем друге, об Артеме, который мне все время рассказывал. Приходи, тебе помогут. И пошел в церковь. Пришел в церковь, ну, я как бы, понятно, что я стал искать его, Артема. Говорю, позовите мне Артема, вот такого-то, такого-то, мне он уже. Говорит, а его нет, он там где-то на операции, что ли, был. Ну, в общем, его не было в тот момент в церкви. Ну, спустились братья. Они как-то так увидели меня. И сразу же предложили мне на реабилитацию поехать. Вот, говорит, поедешь с нами. Я говорю, поехали. И вот так поехал. Знаете, что самое интересное, приехал, и тоже мне было легко. Но потом как-то так я немножко опять пришел в себя чуть-чуть, знаете, такая, уже человеческая опять заграла. Побыл месяцев пять. И отошел. Прошло, прошло, наверное, месяца четыре еще. И я опять по, ну, вернулся. Мне еще говорили, я когда уходил, мне говорили, слушай, Лех, вернешься, вернешься, ну, опять начнешь. Я как-то не верил, уже чувствовал себя, думаю, да, ну, все, я же свободен. Но они оказались правы. Через четыре месяца я опять вернулся. Ну, то есть я вот попал обратно в ту систему, да, в которой был. И, ну, как-то у меня внутри всегда, что у меня было внутри, что у меня есть выход. Я знал, что есть церковь, что есть уже все. И я, когда уже понял, что все, я в очередной раз попадаю, что я сам не могу, я вернулся. Вернулся вот, и это был 2008 год. Сегодняшний день уже 10 лет прошло. 2008 год прошел курс восстановления. Вот, и о чем мечтал всю жизнь, я всегда мечтал о семье, наверное, как и любой человек, мужчина, парень, там, здравый, да, на, ну, Писание нам говорит, нехорошо быть человеку одному, я, будучи неверующий, я всегда мечтал о жене, я всегда мечтал почему-то о сыне. Вот, и так получилось, прошел курс восстановления. И в церковь увидел замечательную сестричку. Не в нашей церкви вообще, мы, это соседняя церковь была, как-то мы так встречались, праздники вместе отмечали. И увидел вот сестру, которая, ну, вот, легла мне на сердце Наталья, которая сейчас моей женой впоследствии стала. Вот, благодарю Бога за нее. Знаете, что самое интересное, свидетельств много на самом деле, которую Бог начал круто изменять в моей жизни. Просто кардинально. То, что не получалось раньше, я пришел к Богу и сказал, Бог, я вот, вот я, возьми меня. Вот я такой, какой есть. Я понимаю, что я без тебя не могу. И был такой момент, когда я пришел на реабилитацию, когда, будучи, я попал в поселок Абон. Замечательная церковь, замечательные люди. Я когда увидел семьи христиан, ну, христиан, верующих людей, как они общаются с друг с другом, как они воспитывают детей, как они уважают, как они любят друг друга. Я смотрел на своего пастора Николая Кирьянов и Жене. Они для меня были таким, ну, наверное, эталоном, что ли. Вот именно, знаете, семьи той, о которой я мечтал, и я где-то в тихушку, в тайной комнате всегда молился и говорил, Бог, вот если ты мне дашь вот такую жену, такую семью и вот такие отношения семейные, я буду все для тебя делать. Что скажешь, то буду. Знаете, и Бог услышал, наверное, меня, и я всегда мечтал о сыне, и тогда, когда мы с женой забеременели, интересно тоже так было, что все говорили, вот, знаете, там, девочка будет же, вот такой девочка будет. А я знал, что Бог мне мальчика подарит. И вот, в 2011 году мы с Наташей поженились, в 2012 году у нас родился Прохор. Была там родовая травма, и что-то так случилось, что вот Прохору сегодня уже седьмой год, и у него есть проблемы с речью. Но молимся Господу и просим о том, чтобы просто Бог благословил и помогал, чтобы открывались его уста. До сих пор как-то, может быть, не совсем говорит, но это наш сын, мы любим его. Потом у нас здесь уже родилась вторая дочка, второй ребенок, дочка Тася. Можно такой вопрос, вот, отношения с отцом? Бог восстановил у меня отношения с моим родным отцом. Такие отношения стали, как будто бы, вот, правда, вот, отец и сын. Я люблю его, он любит меня. И вот, как будто бы Бог сглаживает те, хотя отец знал, что у меня были проблемы, что я был наркоман, мы с ним не виделись, не встречались. Могли в одном городе проехать мимо друг друга и даже не поздороваться. Ну, просто как чужие люди. Я считал его предателем, он, может быть, тоже как-то так, ну, из-за того, что я себя вел неправильно, как-то ко мне, может быть, относился негативно. Но я знаю, что он меня всегда любил. И то, что самое интересное, самые сложные минуты в моей жизни, он всегда был рядом все равно. И я благодарю Бога за моего отца, что он рядом. И вот он по сей день остался рядом со мной. Сейчас у меня еще служение в Багучане. Это, как сказать, холодновато, такое не самое простое место для того, чтобы жить. Да, да. На самом деле, север, многие, если касаться так, многие как-то хотят люди в городах жить, где-то потеплее куда-то. А как-то так Бог послал меня сюда, в Багучаны. Такой северный район, наверное, Красноярского края. Но один из северных, не буду говорить, что он один как-то там, да. Но один из северных районов. И здесь холодно, сложный климат, и порой жить сложно здесь. Но, тем не менее, как-то живем. И слава Богу, люблю лес, люблю реку, люблю то место, где я нахожусь. Бог, знаете, вкладывает в любовь. Ту любовь, которую вот мы должны проявлять к тому месту. Конечно, может быть, она не сразу пришла. Какой-то был период времени такой адаптации, что нужно было. Я никогда как-то не был здесь ни разу. А вот потом раз, когда сюда приехали, и как-то так все стало потихоньку, помаленьку, все складывалось. В чем заключается то есть служение? Служение наше заключается в том, что... Я почему говорю наше, что мы трудимся. Во-первых, не я один, у меня есть семья. У меня Наташа, моя супруга, которая очень сильно мне помогает. Она трудится. У нас есть уже небольшая команда, церковь, мы зарегистрировались. И трудимся, стараемся делать, нести добрые дела. Стараемся нести Слово Божие. Здесь, в селе Багучана, мы посещаем, ну, несем Евангелие в каждый дом, в ближайшие села, поселки, деревни. Ездим, насколько у нас есть возможность, насколько есть ресурс. Вот. И ездим, проповедуем людям. Есть такие деревни, к сожалению, которые были там раньше по 300 человек, жителей. Сейчас приезжаешь там всего 30. 300 человек, жителей было, приезжаешь, 17 осталось. Заброшенная деревня. И они так рады, люди, когда к ним приезжают, им ты приносишь Слово Божие, приносишь Евангелие, говоришь людям о том, что, слушайте, Бог вас любит. Вы где-то там далеко, может быть, но, тем не менее, Бог вас не забыл. Может быть, люди оставили, может быть, разруха. Но Бог в силе все изменить, как изменил в моей жизни. Я первым молился о семье, а потом я ему, Господу, молился о том, что, Бог, вот ты изменил мою жизнь, и теперь я хочу помогать тем ребятам, тем людям. Вот на сегодняшний день уже 10 лет, как я покаялся, 10 лет, как я тружусь, и моя жизнь связана с церковью, связана с людьми, связана с благотворительностью, с теми ребятами, которые также были в зависимости, наркомании. Есть Бог, который в силе помочь. Порой не помогут ни больницы, ни тюрьма, ни бабки-гадалки, никакие вот эти оккультные вещи, которые люди от незнания и от бессилия начинают, ну, вот, кидаться, наверное, во всякие стороны. И там, и там, и там. То попробовали, то попробовали в оконцовке, и кодируются, и что только они делают. Но, тем не менее, возвращаются на пути своя. Однажды в мою жизнь пришла беда, и мне ставили там смертельный диагноз. Врачи говорят, вот, у тебя пришла в жизнь проблема. Знаете, я верю, что я буду жить. Знаете, я бы хотел пожелать вам, чтобы вы как-то больше обращались к Богу, чтобы больше читали Священное Писание, чтобы больше как-то дружили, наверное, с теми людьми, которые несут в вашу жизнь позитив, а не негатив. И Бог, который сегодня восстановил мою жизнь, сегодня изменил он полностью. Дал мне красавицу жену, двух детей, дал настоящих друзей. Не просто каких-то наигранных, а настоящих друзей, которые, правда, тебя поддерживают и любят во всякое время, независимо тебе тяжело или плохо. И он может изменить и вашу. Спасибо. Спасибо.